Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует городская детская библиотека имени Евгения Степановича Коковина. 12 апреля по всей стране отмечается День космонавтики. Интерес к космосу, его загадкам, космическим приключениям и встречам с космическими пиратами резко возрос после того, как человечество запустило первый спутник, а затем первый корабль с живым существом на борту, после того, как человек побывал в открытом космосе, высадился на Луну, На волне всеобщего интереса к космосу не только серьезные взрослые писатели-фантасты, но и детские писатели вдохновились космическими приключениями. Предлагаем вам прослушать короткий обзор книг, написанных после первого путешествия человека в космос, и вместе с нами изготовить памятную открытку в технике бумажной мозаики, посвященную космическим приключениям. Одним из первых отправил своего героя в космос Николай Носов, создатель знаменитого Незнайки. Его роман-сказка «Незнайка на Луне» является сатирой на западный капитализм, однако маленькие читатели не задумываются об этом и видят лишь забавные и местами грустные приключения главного героя на Луне, где все устроено так непонятно и странно. В 1965 году Кир Булычев написал и издал сборник рассказов «Девочка, с которой ничего не случится», в котором впервые появилась Алиса Селезнева, одна из самых известных героинь писателя. На протяжении времени автор продолжал работу над циклом «Без малого 40 лет», приключения Алисы увеличились и теперь насчитывают более 50 книг, одни рассчитаны на младший школьный возраст, а другие – на читателей постарше. О космических приключениях школьников из далекого будущего писал и Анатолий Машковский. В книгах «Семь дней чудес» и ее продолжение «Пятеро в звездолете» раньше напечаталось под названием «Забудившийся звездолетов», заскучавшие дома школьники угнали звездолет и отправились в полет к далеким звездам. Уже позже, в 90-е годы и в начале 2000-х, детский писатель Валентин Постников отправил в космос героев, созданных его отцом Юрием Дружковым. В повести «Карандаш и самоделки на Луне» герои отправляются к Луне в построенной ракете, однако потом на них нападают разбойники, которые думают, что Луна золотая, и от нее можно отпилить кусочек. Вместе они облетают галактику и знакомятся с тайнами космоса, узнают, что такое планеты и можно ли с них упасть, кто давал имена созвездиям и можно ли открыть новую планету. А в повести «Карандаш и самоделки на Марсе» герои отправляются в новое космическое приключение и попадают на планету, в которой все наоборот. Утюг мнет одежду, на завтрак подается каша из вонючих кузнечиков, вкусное и невкусное меню перепутано местами, а еще кажется, что марсиане невидимые. Не обошлось и без разбойников дырки и буль-буля и космического полета на Трэндулете. И, конечно, говоря о космосе и рассматривая фотографии космических кораблей, нельзя не упомянуть о книге Александра Волкова «Тайна заброшенного замка», в которой читатели вновь встречаются с полюбившимися жителями волшебной страны, «Страшилой и железным дровосеком и смелым львом», а также с их отважными друзьями из Канзаса. В этой книге героев ждет новая напасть, и нет, на опасности сходит не от Орфина Джуса и даже не от злых колдуньих. На Землю, неподалеку от голубой страны, садится космический корабль, прилетевший с далекой Ранерии. Мы не случайно оставили напоследок именно эту книгу. На иллюстрациях замечательного художника Леонида Владимирского вы видите Диавону – космический корабль, принесший Нинвитов и Арзаков на Землю. Мы предлагаем вам использовать эту иллюстрацию как источник вдохновения для нашей с вами открытки. Разумеется, мы не ограничиваем вашу фантазию, и вы можете использовать любую другую картинку, на которой есть космические корабли, пришельцы, космонавты или космосы, и тепло, звездами и планетами. Нам понадобится картон, цветная бумага. Если вы хотите, чтобы ваша открытка была яркой и сияющей, рекомендуем использовать глянцевую цветную бумагу. Также можно пустить в ход ненужные глянцевые журналы и рекламные листовки. Клей, ножницы и фантазия. Для начала сложим будущую открытку домиком или в бок. Позже внутри мы можем написать поздравление или наклеить его. Наметим на картоне будущую картинку. У нас получилась летящая в космосе диавона. Ее корпус выполнен из белой стали, а та часть обшивки, за которой скрывается бак с окислителем, украшена геометрическим орнаментом с золотистыми треугольниками. На борту диавона несут службу четверо мельвитов. Их мы тоже изобразим на нашей открытке. Именно в этот момент они приступили к ремонту внешних панелей и с помощью специальных тросов парят в космосе. Затем нарежем цветную бумагу и будем потихоньку заполнять поле нашей работы. Лучше всего начинать сверху, чтобы потом ребром ладони не сдирать уже наклеенные кусочки мозаики. На нашей картинке больше всего места занимает космос. Поэтому в первую очередь заклеим огромное космическое пространство. Оставим только место для звезд и вклеим туда желтые и белые кусочки мозаики. Затем, когда космос готов, займемся космическим кораблем. Заклеим светлой бумагой корпус диавоны, оставив место для золотистых треугольников. Эти треугольники мы можем вырезать целиком, а можем собрать из нескольких треугольничков. Поверх белого корпуса наклеим кружок иллюминатора. В самом конце вырежем из бумаги фигурки двух минвитов. Это штурман Каурук и пилот Монсо вышли в открытый космос, чтобы отремонтировать летящий сквозь космос корабль. Наша открытка готова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok